Выбирая тур за границу, мы руководствуемся разными факторами. Для кого-то важно, чтобы отель был как минимум четырехзвездочным. Другим необходимы интересные экскурсии и белоснежные пляжи возле моря. А чем руководствуются челябинцы при выборе заграничных путевок? Сейчас мы это узнаем. Я ориентируюсь, ну, пока у меня не было ребенка, я ориентировалась, куда мне поехать интересно. А теперь буду ориентироваться, где есть море и условия для ребенка. Я вообще не очень хочу за границу ехать, так что не могу сказать. Сначала надо зайти на сайт, посмотреть, где подешевле. Бывают, как бы, скидки вот в это время. Ну, соотношение цены и качества, наверное, чтобы отзывы, может быть, да? Если будут хорошие положительные отзывы от приятелей, знакомых, мы возьмем такую путевку и поедем. У меня муж выбирал, поэтому я особо-то не руководствовалась на море, отдыхать и все. Покупаем самолет сами, выбираем через различные ресурсы, возможности проживания, покупаем через интернет. Если я лечу во Францию, в Париже, то я, естественно, там музей, что-то такое. Ну, какие-то достопримечательности, которые именно про эту страну говорят. Если я лечу, просто мне надо позагорать, ну, там, в Анталию. Я выбираю пять звезд, все включено, что просто уже ничего не думала, лежала на пляже. Выбирала путевку, исходя из финансовых возможностей. Чтобы отдых не оказался в конец испорченным, к выбору путевки стоит подойти более ответственно. Проанализировать все представленные варианты, выбрать из них самый подходящий и приобрести путевку только в проверенной туристической компании с хорошей репутацией. Продолжение следует...